Всем доброе утро. У нас утро начинается. Слушай, я тебе сейчас покажу. О-о-о. Муж мой вышел. И начинают сбегаться все коты. А, Анна беременная. Беременная? Это живот такой большой. Диана, гардина. Я ему там завернула. Косточки, глянь. Копи, помог. И все неизвестные коты бегут. А вот эта девочка, помнишь, маленькая, видишь? А, да-да-да. Черная, белая. Да, вот эта маленькая девочка. Глянь. Копи, помог, бьет. Ну, Анна, молодец. Йок. Думан да, йок. Тамам, тамам, кой. Так, все. Аж кым на работу. Диана тоже ждет свой час. Да. И думана нет. Ну, сейчас эти чуть-чуть пойдят оставят. На всех хватит корма. Опять выросли коты. Даю, Диана, сколько ему, полтора совочка корма. А он мне говорит, мало. Я говорю, ну, извини, говорю. Хватит. То мешка. Пятнадцать килограмм нам хватало на два месяца. А сейчас коты добавились, уже не хватает. Утро сегодня у нас шикарнейшее. Думан, Думан. А, Думану самое вкусное. Косточки. Я вчера бульон варила. Там кое-какие мягкие куриные косточки. Каркасы. Куриной тушки. И он будет, ему повезло, самый счастливый. Не корм будет есть. Аж кем вместо того, что идти на работу, сидит котов. Это, гладит. Все. Говорю, пока. Говорю, я опаздываю, я опаздываю. Он сидит, котов гладит. Ой, Дианка, погода бомба. Конечно. Хотя у меня написано 18 градусов. Но я думаю, что здесь не 18. Хоть не 36. Говорю, Дианусика. Мужа провела. Дианусика, что вот это такое у тебя белое? Это тебе что рисовать? Белое из стола бумажка такая. Это, короче, мы будем делать, значит... Мы будем делать, ну, короче, мы на прошлом году такое делали, и мы с нами будем это делать. Я так и поняла. Сразу так и догадалась. Но, знаете, как это очень особенно, думаю. Это просто, получается, книжку, книжку, делаешь обложку книг. А, короче, 8 класс до сих пор делает обложку книг. Дианке отдам мусор. Это здесь, в принципе, не мусор. А что здесь такое? Кто тут, что тут разбил? Стакан. Кто разбил стакан? Ашкэм. Здрасте, Диана. Я только вчера этот пакет завела. Не, позавчера вечером. Он же ж пустой висел. Ашкэм разбил. Потому что вчера его там не было. Я не била. Я тоже. Ну, да бог с ним. Проблем нет. Я не могу. Да. Тапки стоят. Наши. Надо их бы в порядочек как-то привести. А то стоят разбросанные. Держи. Не увиливает обязанностей. Все, доченька, с богом. Желаю тебе удачи. Буду тебя ждать. Я вчера так тупанула, так тупанула. С обедом. На час раньше согрелась и жужду. У меня уже такие мысли чудянки нет. Так я за час раньше согрела. Все, давай с богом, Дианусь. Пойдем посмотрим на балкон. Проведем Диануську с балкона. Так, а что мой перчик? О, гля. Цветочки, цветочки. Попер-бобер, знаете, как говорится. Диануська, так мусор. Че туда выбрасывать мусор? Ну так уже ж, наверное, пришли, Диан. Я аж откуда знаю. Иди на другой мусорник. Че вы этот мусор бросать, если у нее там по пути мусорник? Сделала небольшой завиточек. Не вот так вот идешь, а вот так вот идешь. Это ж хорошо, что он тебя любит. Любит тебя. Да. Диана, он вымажет тебя. Бля, зачем ты его бросила? Подними его. Ой, смехотун. Кожаный, да? Говорит, у него нос кожаный. Говорит, иди сюда, и тебя поглажу. Ну, а что надо? Животные очень хотят любви и ласки. Пока, Дуэть, пока. Все, Диануська, пошла, пошла, пошла. И в точку превращается, превращается, превращается. Ой, что, день начинается. Сегодня у нас пятница. Завтра мы с Дианой хотим рвануть в город. Мужу говорю, ты спи. Ну, он же у меня большой любитель поспать. Я говорю, ты спи, а мы, значит, с Дианкой поедем вдвоем. Пошаримся, хочется. Знаете, мы с ней, кстати, уже давно не выходили. И здесь у меня цветочки тоже появились. Класс. Кто-то не пойму, что это за какашки? Я их мою, 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 мою. Что это за птица там сидит? Чиркин, чиркин бежит. Ладно, что, будем начинать свой день. Видите, нанесла. Я вообще маски эти особо не люблю. У меня это даже не маска, ну, маска-скраб. Сейчас покажу вам. Обычная вот такая гореньер. Но она мне очень нравится. Это такая красотка. Ладно, посижу, можно? Думаю, вы мне разрешите побыть такой красавицей. Но пока у меня еще не засохло. Что это? А, вот это ж я улыбаюсь. И она здесь, понимаешь ли, таким макаром некрасиво раскладывается на эти слои. Вот. Значит, что? Думаю, нанесу. А то, знаете, когда вот так вот проводишь по лицу, оно не совсем такое вот гладкое, как хотелось бы. Поэтому я наношу вот этот гореньер. Вот эта маска-пилинг. Да. Очень хорошо, очень хорошо сужает поры и очищает. Я, конечно, насчет там черных точек, я сомневаюсь. То, что она там, черные точки, можно каким-то образом с помощью маски вывести. Я считаю, их нужно только методом выдавливания, избавляться от них. Ну, да ладно. И пока я сижу, мне же Дианка дала свои тесты, то, что они проходят в школе. Например, на уроке, например, на уроке Язарлык. Я сейчас посижу, пока у меня эта маска просыхает, то есть работает, пока она там у меня начинает работать, я займусь вот этим всем. Диана говорит, что очень просто. И две штуки она мне дала, два теста, вот восьмой класс и один тест пятый класс. Поэтому я начну. Говорит, что просто. Для нее-то просто, а для меня-то нет. Ладно, все, не пугай вас, красотка Алла ушла заниматься тестами. А я что решила? Хурма. Вы варили когда-нибудь компот из хурмы? А мне придется варить. Очень жалко, я себе купила. Но чувствую, моя поджелудочная не хочет принимать ее. Я, значит, в прошлом году ела, ну, конечно, не в таких количествах, потому что в этом году меня просто пробило на фрукты. И я стала их лупить. Вот, знаете, могу за, ну, за день, конечно, не килограмм. Ну, если по-нормальному, если я не пообедаю, там я могу съесть килограмм, вот, допустим, хурмы. Но дело в том, что она мне, чувствуя что-то на поджелудочную, очень тяжело. Но в боку мне внизу, там, начинает так колоть. И вот такое чувство, как раздувает. И я поняла, что это от хурмы, поскольку я ее как только съем, и сразу этот процесс начинается. И жалко, жалко выкинуть, и муж у меня не хочет ее есть. А ну-ка. Она очень сладкая. Это не вяжущая хурма. Вот, видите, она вот такая вот внутри. Но она очень сладкая. Вот такая вот зеленая. Внутри, вот, смотрите, сейчас покажу, разрезаешь. Доска у меня разломалась, хрустнула. Вот, смотрите, берешь вот так вот, разрезаешь. Косточки, косточки, неудобно. Мне одной рукой, сейчас покажу вам. А внутри вот, такая вот. Вкуснящая, вкусенющая. До, вообще, понимаете, до не знаю, какого состояния. Но, к сожалению, не могу. Придется Дианке сделать компот. Будет она его пить? Не будет, я понятия не имею. Будет. Куда она денется с подводной лодки без акваланга? Плюс, вот у меня еще лимончик. Ну, там еще у меня есть лимон. Если будет мало, я добавлю. Да, помог. Хочешь? Истер, Мессун? А, истер, Мессун. Бусер, Мессун. Все, делаю. Может, кто-то знает, что еще можно сделать с хурмой, а? Ну, это просто бесчеловечно. Вот хурму забрасывать в компот, честно говоря. Пастилу из нее сделать, да, я вот думала. Но она слишком твердая. Ее нужно очень долго уваривать. Или, в принципе, ее можно на терке потереть. И тоже таким макаром отварить. Но, опять же, если она в таком виде, в естественном виде, тяжело идет на поджелудочную, то и, естественно... А, это была косточка, косточка немножко. Естественно, тогда она и в постели будет на поджелудочную. Я не знаю, это первый раз в такой жизни у меня, что мне вот овощ, либо фрукт какой-то не подошел. Это что-то новенькое. Слушайте, а тут до меня еще идея такая пришла. У меня есть кусочек арбуза. Я сейчас и вот половинку этого арбуза тоже добавлю в компот. Интересно. Я вчера видела в Мастер Шеф, они из арбуза готовили, ну, типа, тоже какой-то такой. Ну, конечно же, не компот, а какой-то фрешек, что ли, я уже забыла. Сейчас попробую. Помог, помог арбуз любит. Ляне, ты мне скатерть вымазала, малая. Не хочешь больше? Хочет, Ляне, Ляне, шутил. Сейчас лапой забирает. И будет есть. На пол, да, правильно, правильно. А потом муравьи прибегут, помог. Все, представьте, ест арбуз. Вот так вот сок остается. Я ей даю, она весь сок выпивает. Ладно, давай, я за тебя уже помою, только съешь. Так, смотрите, ну все, арбузно, хурмово-арбузный, арбузно-лимонный компот. Ну, арбуз тоже немножко залежался. Пусть покипит, надо было помельче порезать, а я тут на такие шматки покромсала. Ну, да ладно, сейчас еще покипит две минутки, потом ему нужно настаиваться. Да нет, наверное, она минут пять покипит, потому что куски большие. Я, в общем, уже все, видите, маску смыла, но все равно. А еще крем не наложила, ешкин кот, забыла. Ладно, бог с ним. Короче, все же я с этим турецким, с этими тестами такая раскрыла. Сейчас думаю, ладно, 10 минут есть у меня свободное время, и я сейчас по-быстрому. Хлоп-хлоп, открыла, почитала. Второе, первое, второе, третье. Что? Ничего не понимаю вообще. Вообще! Диана говорит, так, да, там не сложно, да, там не сложно. И что? Он сварганила компот, сделала компот. Кстати, добавила туда еще корни имбиря. В общем, у меня такой компот загадочный. И взяла он стопарик кофе себе с молоком, словарь. И сейчас надо сделать. Мне же стыдно перед Дианкой. Она мне скажет, ты сделала, а я скажу, нет. Буду сидеть сейчас, буду. А то села, это решила, думаю, а, 10 минут, 10 минут. Да, 10 минут. Я сегодня, видите, чем занимаюсь? Сделаю пампушки с чесноком. И у нас сегодня борщ. Не знаю, прям, думаю, так захотелось пампушек. Ай, какие классные бомбовские ароматы. Конечно, я вот укроп добавила, причем он у меня был сухой. Мне кажется, он тут не нужен был. Но все в остальном просто супер-супер. Вот. Вот такие у меня сегодня... Ну, то есть, вот такой у нас сегодня ужин. Я приготовила. Еще остался кусочек теста. Остался кусочек теста. Не знаю, сейчас что-нибудь придумаю. Не знаю, только что еще все такое. Сейчас что-то буду думать. Дианка, что из него? Сейчас, наверное, сделаю антакия экмеи. Что это? Ну, раскатаю такие как лавашики небольшие и наложу туда сливочным, подсолнечным маслом, помажу и наложу туда сюрка. Будут такие острые хлебцы. Не знаю. Что это? Лаз. Продолжение следует...